рад приветствовать всех стремящихся к познанию с вами вова ломов и теплица социальных технологий сегодня мы коснемся очень важной темы настройки целей как мы выяснили главная задача аналитики выяснить приносит ли ваш сайт необходимый результат а значит вы должны понимать какой результат вам нужен и уметь переводить его в язык аналитики то есть уметь настраивать цели часто эффективность сайта определяется показателем отказов и сейчас мы с этим показателем разберемся как обещали в прошлом видео и так я помню фразу руководителя когда сидел на аналитике у нас слишком большой показатель отказов это плохо с этим надо что-то делать да но что думал я а еще так ли это плохо думаю я сейчас показатели отказов это количество сеансов в результате которых была просмотрена только одна страница то есть человек не перешел на следующую сеанс напомню длится 30 минут и вот если человек больше 30 минут изучал одну страницу внимательно читал даже позвонил по телефону и записался в волонтеры для аналитики это отказ и ноль секунд времени на сайте потому что аналитики просто не откуда взять второй показатель второе действие чтобы вычислить время проведенное на странице человек зашел действие есть аналитика сработала человек ничего не делает действия нет аналитика пишет отказ если вы выпускаете интереснейшие лонгриды про которые все говорят и все читают показатели отказов у вас может быть сто процентов и время проведенное на сайте будет стремиться к нулю что делать в таком случае как рассчитать эффективность настроить цели например доскролл страницы если человек скроллит значит он на сайте так что к настройке целей мы перейдем но еще раз главный тезис высокий показатель отказов это не всегда плохо хотя конечно если показатель отказов низкий это приятно цели настраиваются в панели администратора в закладке представления я говорил что какие-то пункты меню мы все-таки рассмотрим а вот цели собственно являются одним из таких пунктов плюс цель то есть добавить цель тут есть шаблоны но это очень смешные шаблон они просто подставляют название из шаблона в название цели если создавать собственную то название там не будет что можно отслеживать с помощью целей например посещение целевой страницы это кстати весьма распространенная цель мне кажется уже есть идиома thank you page или страница спасибо по-русски это страница с благодарностью за регистрацию оплату перевод пожертвования и так далее если отследить переход на эту страницу соответственно это же покажет сколько человек зарегистрировались оплатили перевели пожертвования а это чаще всего является главным целевым действием на сайте вот у нас сайт прожектора понятно что данные аналитики действующего сайта в открытый доступ никто выкладывать не захочет поэтому я взял архивный проект но будем надеяться что ну да регистрации уже нет но предположим что она есть и нам важно знать сколько людей зашли на страницу регистрации прожектор 2020 это сайт хакатона теплицы который проходил санкт-петербурге в феврале двадцатого года конечной целью при том что важны здесь и программа и проекты и правила участия но конечной целью все-таки является регистрация на мероприятие это кстати на стадии подготовки если предположить что сейчас январь а если жить в реальном времени то сейчас скорее важна страница кто победил поскольку с нее можно будет заводить пользователей на следующее мероприятие когда она состоится какой-нибудь яркой ссылкой но предположим что мероприятие еще не состоялось и для нас важна регистрация если кстати после регистрации есть страница спасибо то можно было бы установить еще одну цель на нее и мы бы выяснили сколько человек зашли на регистрацию но не прошли ее повод задуматься если процент высок как это делается у нас есть url страницы так назовем цель это для вас нужно очень хорошо понимать какие цели про что поэтому называйте с умом тип целевая страница то есть мы отслеживаем посещение и переход равно url страницы если бы нам нужно было отследить все страницы раздела можно было бы выбрать начинается с ну то есть если бы в разделе registration у нас было несколько страниц при такой конструкции заходы на 123 срабатывали бы как события но мы оставим равно только эта страница еще тут есть регулярное выражение невозможно скажу о них пару слов но потом можно установить ценность если вы знаете сколько этот заход принесет вам денег и можно даже установить последовательность чтобы отслеживать не просто зашел ли человек на страницу а установить последовательность страниц до целевой чтобы сработала конверсия это например нужно когда идет анализ юзабилити но у нас все просто просто посещение все цель есть по ней уже собирается статистика потом мы посмотрим подробнее где и как с ней работать но это слишком простая цель а мы говорили про да скролл цели кстати не может быть больше 20 поэтому иногда лучше не заводить новые а редактировать старые также можно установить целью продолжительность то есть сколько минут или секунд человек должен провести на сайте чтобы сработала цель это лучше чем показатель отказов хотя может увести в противоположную сторону вы же не знаете читает ли человек текст или ушел пить кофе если он формально остается на сайте далее сколько страниц за сеанс или экранов если говорить о мобильной версии сайта было просмотрено важный показатель для информационного ресурса особенно новостного но зашли мы сюда не за этим мы пришли чтобы настроить целью доскролл страницы и в этом видео мы это так и не сделаем поскольку это открывает просто бездны возможностей и говорить об этом надо подробно и много событий может быть все что угодно например вот на сайте прожектора клик по этой кнопки открывает статью на внешнем сайте но смысле на основном домене но тут я так думаю аналитика разнесена по домену и под домену и в рамках счетчика прожектора мы не сможем отследить кто зашел на страницу основного домена то есть отследить переходы по целевой странице мы не сможем но со страницы прожектора мы сможем отследить нажал ли кто-то вот на эту кнопку это и есть событие событием по моему может быть вообще все что происходит на странице скроллинг запуск видео заполнение формы клик по кнопке добавить в корзину все что угодно события можно отслеживать через google так менеджер ну то есть можно еще как-то вставить скрипт на страницу но это уже совсем сложный путь если вы не умеете программировать то делать так точно не стоит поэтому мы будем рассматривать только google так менеджер у меня есть скринкаст о том как добавить события через google так менеджер ссылку оставлю в описании советую его посмотреть но в целом очень коротко я покажу это в следующем видео правда на другом примере там я отслеживаю переход по ссылке а тут я наконец-то настрою отслеживание скроллинга